Звёздной рекой льётся небосвод. В имени песни — волшебная поэзия. И текст даёт возможность к ней прикоснуться. Я неоднократно прослушала песню, вчитываясь в строки. И такое, наверное, главное открытие, ощущение вообще вот этой искренности. Вот как это происходит, что в каждый момент встречи с песней сердце наполняется светом. Вот в каждый момент, при каждой встрече. И рождается ощущение такой ценности момента встречи с песней. И такое понимание, что я присутствую как раз в момент этого события, когда герои прикасаются к красоте, когда они вносят вечное в свой день жизни. И такой восторг, что можно, читая текст, ощущая эти образы, познакомиться с этим действием. Как это жизнь наполнить вот этим звёздной рекой льётся небосвод. Вот этим небесным, возвышенным. Наверное, с чем нас познакомила самая первая песня творческого комплекса. с этим звёздным, возвышенным, вечным. А здесь перед нами слушателям предстаёт день, начало дня, его устремление, как его герои начинают и чем наполняют. Как же это здорово, что такая песня, она как мудрая книга, как мудрая сказка, в которой можно ощутить, понять, почувствовать, как они вечное вносят в каждый день. Вот в этот день, с которым мы вместе с ней встречаемся. И, конечно, где-то строчка о любви, что в любви познаем суть, она такое ощущение уверенности в будущем рождает, восторга. И хочется снова вернуться к началу песни, чтобы снова пройти этот путь. Но это чудо возможности творческого комплекта, что можно услышать, можно прочитать, понять и познавать благодаря этому. Я очень благодарна тоже, что есть возможность познавать. Ты сказала последняя строчка «Мы любви познаем суть». И мне такое открытие родилось благодаря встрече с песней, что это действие возможно, как герой представляет его, именно благодаря действию, именно благодаря обращению к лику любви и привнесению именно этой красоты в каждые свои дела. То есть познание сути любви возможно благодаря конкретным делам, которые преисполнены этой любви. этого света. Вот что это всё в действии. Так же, как и песня сама, она такая, само её название, живущее в пространстве, льётся небосвод. Вот и сейчас тоже вот читаешь строчки, да, и вот строка за строкой вот это ощущение, что это непрерывное действие, такое вечное движение, оно происходит, и ты с ним встречаешься. И строчка, она как такое вот течение, прямо вот всё дальше и дальше ведёт и помогает встретиться с моим содержанием. Вот мне очень созвучно то, что о чём ты говорила. очень ценно то, что благодаря каждой песне есть возможность открыть, открывать для себя, вообще знакомиться с этим образом духовной любви. Что это? И вот здесь тоже такое представление во первых двух куплетах этой удивительной красоты, просто образ волшебной просто любви духовной. И я так ещё почувствовала, что если образ, да, ну вот как это, это же вообще явление такое вот непознанное, открываешь его, для себя знакомишься. И почувствовала, что в образе самом в нём есть и вот его как бы свечение, дарение бесконечное, и образ устремления к нему, обращение к нему, действия в созвучии с ним. И вот эта песня, она словно бы открывает, вот сам образ приоткрывает волшебной духовной любви, какая она прекрасная. Обращение героев к ней с каким трепетом, с какой благодарностью. Вот в самом начале дня вот это обращение происходит. И я почувствовала, что дела прекрасные, это благодарность за встречу с этим волшебным образом любви, который вносится в жизнь для того, чтобы вот каждый день он был таким прекрасным. Вот и у меня ещё, знаешь, благодаря тексту, такое открытие, вот в четвёртом куплете, здесь после первой строки идёт двоеточие. День в делах прекрасных принесёт плоды, и двоеточие стоит. И вот о какие плоды дальше рассказывается, и какие плоды вообще волшебные, благодаря таким прекрасным, волшебным делам. вот что. И каждый миг жизни становится сказкой, и жизнь, волшебными цветами жизни путь становится. Что это всё такое, не такое ощущение, что это вообще песня, она является то, что жизнь непрестанно дарит такие волшебные подарки, и то, что образ любви, он всегда, он так, знаешь, тащили, что он живой просто, он живой, и вот здесь это прям можно так явно почувствовать, потому что, обращаясь к нему, ты вот тоже об этом говорила, чувствуешь, что с каждой строчкой этот цвет ощущаешь. И я сейчас, прочитав текст этой песни, для меня он сегодняшнего дня станет, наверное, таким вот вдохновением к действиям, вот прекрасным, день в делах прекрасных, и обращение к источнику чувств, которые дарит театр, вот это обращение к прекрасному. Для чего? Для того, чтобы дела прекрасные совершать. Такое здесь прям вот интересно, тут прямо методика жизни подсказана, вот прям вот очевидно, как можно познавать суть любви. Вот так это, так просто и так ясно и очень вдохновенно прямо. А вот эта строчка, когда прикоснёмся вместе, она, конечно, просто восторг и благодарность вызывает. С чего? В чём начало вот этого пути, чтобы эти встречи, чтобы вот это произошло, наполнение. и помнишь, ещё на главной страничке написано о театре, что возможность прикоснуться к уникальному духовному искусству. И вот здесь этот сам образ этого прикосновения, он словно его подарен. Как герои прикасаются, как можно прикасаться. И дальше пробуждается потребность проявлять это в реальном мире. и вот здесь прикосновение к образу и потребность, это как огонь такой, который горит в сердцах героев, проявлять, наполнять, просто привносить в жизнь этот свет волшебной любви. Так интересно, что всё настолько открывается, как волшебный цветок просто возможности творчества. Очень вдохновляет к таким волшебным действиям, чтобы день был в прекрасных делах, как это ценно обращаться к прекрасному, обращаться к песне, обращаться к этому источнику чувств, к любви волшебной, к образу любви. Принимая этот волшебный дар действовать, созвучая с ним. к ребят у х лю Продолжение следует...